Марат и Динара Сафины, Дмитрий Турсунов, Анастасия Мыскина. Свои первые профессиональные шаги они сделали на родине. Своими первыми успехами они обязаны нашей теннисной школе. Но звездами мирового тенниса стали лишь после учебы в западных теннисных академиях. Почему шлифовать мастерство они уехали за границу? Чего им не хватало у нас, в России? Задача любого тренера из этой психологии и характера вытащить, что он показывал максимальный результат. Почему Марат Сафин плакал в Испании? Я ревел очень долго, я хотел, чтобы уехать обратно и слышать. Какую цену они заплатили за успех? Кто заменит Шарапову и Мыскину? Мечта? Конечно же, выиграть всех. Турниры из большого шлема. Можно ли вырастить звезду тенниса мирового уровня, не имея миллионов? Главное – это побеждать, быть первым, стараться быть лучше всех. И кто уже сейчас работает над решением этой задачи? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Слушай, у меня нет. Всего на 2004. Еще несколько лет назад родители отправляли детей учиться теннису в Америку и Европу. Считалось, что там из любого талантливого ребенка сделают чемпиона. Надо только заплатить. Но почему сегодня все чаще говорят о российской школе тенниса? Могут ли наши академии конкурировать с международными? И как вырастить первую ракетку мира в Подмосковье? Насте Потаповой 14 лет. Десять из них она занимается теннисом. В этот спорт ее привела бабушка. В прошлом тренер по баскетболу. Для общего развития. Они мне говорят, а сколько ваши внучки? Я говорю, ну 2-3 месяца где-то не хватает до 5. Да вы что? Мы таких детей не берем. Мы берем в 6-7 лет. Я говорю, простите, может быть я что-то не понимаю. Но в других видах спорта уже в 6-7-8 лет выполняют, извините меня, мастеров спорта уже. Ольга Борисовна убедила тренера дать Насте шанс пройти отбор на общих условиях. Девочка выполнила тест на физподготовку. Бег на 30 метров, прыжок с места и метание набивного мяча. Результат удивил. Настя стала лучшей. Тренер приняла ее в секцию без оглядки на возраст. И я смотрю, то есть девочка перебивает. И перебивает и справа, и слева в таком возрасте. И она просто выделяется, просто бросается в глаза. Но станет ли Настя Потапова звездой большого тенниса? Я не могу говорить. Займит она Шарапова или нет. И почему бабушка ради успеха внучки продала все, что имела? Для нашей семьи это было сложно в денежном плане. Но мы старались, мы работали. Я работала на двух-трех работах. Уникальный случай в истории. Первыми ракетками мира стали родные брат и сестра, россияне Марат и Динара Сафина. Честно могу сказать, что это было трудолюбие. Я очень упорно тренировалась. Я любила этот вид спорта и люблю его до сих пор. Но вот мое трудолюбие, да. Может быть, у меня не было такого, не обладала таким ярким, выраженным талантом, как у Марата, моего брата. Но у меня был другой талант. Я очень была трудолюбивой. Я действительно готова была вкладывать каждый день. Успех Сафиных во многом был предопределен. Их мама, Рауза Исланова, в свое время лучшая теннисистка СССР и ведущий тренер нашей сборной. Очень сильный человек. Очень где-то, может быть, жесткий. Но я считаю, только такие люди выживают. Марат рассказывает, его детство прошло на корте. Тренировки с утра до вечера под контролем мамы. Какое-то там желание играть, тренироваться, когда ты маленький, когда у тебя все ребята бегают по двору, играются, а тебе надо идти на корт, тренироваться. Довольно-таки нудное дело. Семья будущего чемпиона ютилась в комнате площадью в 20 квадратов. Тренерской зарплаты мамы катастрофически не хватало. Марат выигрывал почти все турниры в России. Но для того, чтобы показать себя на международных состязаниях, нужны были деньги. Помог случай. На корте Марат встретил человека, который в него поверил. Мне повезло так, чтобы появился неоткуда спонсор, которого я в жизни не видел ни разу. Спонсор согласился оплатить обучение Сафина в лучшей американской теннисной академии. Однако во время отборочного конкурса заокеанские тренеры неожиданно заявили, такой ученик им не нужен. Мне сказали, что у меня шансов нет, играть я не буду по каким-то своим понятиям, по своим каким-то критериям. И меня отправили обратно в Москву. Сказали, давай, удачи. Почему в Америке не разглядели талант Марата? И как он пробил себе дорогу на теннисный Олимп? Еще несколько лет назад талантливых детей из России родители старались отправить в хорошую западную теннисную школу. Однако сегодня будущих чемпионов можно воспитать в России. Условия у нас ничем не хуже, чем за границей. Тренеры – настоящие профессионалы своего дела. Изначально идем от спортсмена, от его индивидуальных качеств, которые надо раскрыть. А в основном во многих академиях мира одевают как бы систему на то, что надо сделать, не исходя из характера самого спортсмена. Не так давно академия тенниса открылась в подмосковных Химках. За неполные четыре года работы она зарекомендовала себя как кузница будущих чемпионов. Академия Александра Островского расположена в Химках на территории парка Льва Толстого. В распоряжении учеников 11 кордов, 7 с покрытием хард и 4 с грунтовым покрытием, а также бассейн, тренажерный зал, столовая, 10 гостиничных номеров, класс для обучения школьников, зал общей физической подготовки, массажный кабинет и даже фитобар. Это моя кровать, здесь я сплю. Это мой друг сидит, разбирается в ракетке. Егор Стручевский, мой лучший друг, с которым мы очень хорошо дружим. Здесь в комнате я и сплю, и делаю уроки, здесь мы и общаемся. Максиму Донцову из Тверской области 11 лет. Один из лучших игроков страны в своем возрасте. Сегодня его портрет украшает холл Академии. А ведь еще два года назад в успех Максима, кроме его родителей, никто не верил. Я проигрывал, и такое ощущение, что тренер во мне какой-то огонь зажег. Я выиграл. Максим в Академии не просто тренируется, живет и учится. Теннисная тренировка иногда по два раза в день. Плюс общая физическая подготовка, массаж, плавание. И просто после тренировок отдыхаем, то есть балуемся, плаваем, ныряем. А бывают тренировки именно как общая физическая подготовка только в бассейне. У меня план в этом году попасть в сборную России. Там тоже очень интересно. Там мы будем ездить по миру, играть с разными соперниками. Жизнь Максима, как и всех других будущих чемпионов Академии, расписана по минутам и подчинена жесткому плану. Подъем, отбой, прием пищи – все только с разрешения тренера. Даже еду для теннисистов готовят особенную. Я сама мама, вырастила 4 мастера спорта, в частности по теннису. И о здоровой еде я знаю практически все, поэтому на собственном опте все, что надо для спортсмена, я знаю. В рацион теннисистов входят макароны из муки грубого помола, овощи, мясо, рыба и обязательно молочные продукты для укрепления костей. Нам нельзя брать в столовой, например, напитки типа фанты какой-нибудь. То есть у нас есть определенный выбор, мы подходим, выбираем. Перспективных теннисистов тренеры Академии ищут по всей стране. Им предоставляют обучение, иногда даже бесплатное, и возможность заявить о себе на международных турнирах. Самые обычные дети – нет, самые лучшие – да. Но здесь не обязательно мы говорим о деньгах, мы говорим о талантливых детях, которые связывают себя с теннисом и связывают себя серьезно и навсегда. Анастасия Потапова в 12 лет выиграла почти все Нью-Йоркские турниры в России. Надо было двигаться дальше. Родным пришлось пойти на серьезные расходы, оплатить личного тренера, участие в международных турнирах, перелеты и проживание. Нам пришлось и продать и дачу, и продать и гараж. Осталась только трехкомнатная квартира. А так нам для нашей семьи это было сложно в денежном плане, но мы старались, мы работали. Если юный игрок показывает высокие результаты, родители просто вынуждены инвестировать в его спортивную карьеру огромные суммы. На этом этапе многие бросают большой теннис. Можно жестко сказать, что если нет денег, да, но бесполезно. Бесполезно дальше играть в теннис. И если у вас не будет финансирования, парадокс заключается в чем? Что чем лучше ребенок начинает играть, чем больше результатов он достигает, тем больше в него надо вкладывать, тем больше нужна финансовая поддержка. Теннис – один из самых дорогих видов спорта. Впрочем, у нас заниматься им все же намного дешевле, чем за границей. Так месяц обучения в Подмосковной Академии Тенниса с проживанием и питанием стоит 70 тысяч рублей. 30 дней, проведенные во Французской Академии, обойдутся в 170 тысяч. Годовая программа обучения теннису с проживанием и питанием у нас стоит 750 тысяч рублей. Во Франции почти в три раза дороже. В переводе на рубли – 2 миллиона. Далее в программе. Кто помог восходящей звезде тенниса Анастасии Потаповой, когда ее родным продавать стало больше нечего? Естественно, было очень сложно и трудно, когда мы остались одни. Какие новые трудности ждали юную теннисистку? Я уверена, что если бы я не играла в теннис, то жизнь моя бы сложилась бы иначе. Как Марат Сафин жил на 100 долларов в месяц? Одно поражение, второе поражение, третье поражение, четвертое поражение – и все, закончилось. До свидания начинают с нуля. И в каких теннисных школах тренируются наши будущие чемпионы сегодня? Я буду выходить, меня будут все бояться, все мои соперники. И как я буду очень хорошо играть против них. Я буду их разрывать на части. Родители юной звезды российского тенниса Насти Потаповой ради карьеры дочери продали дачу и гараж. Когда деньги закончились, а продавать больше было нечего, бабушка обратилась в Министерство спорта с просьбой о помощи. Там дали денег на одну поездку за границу. Потом в Минспорте сменилось руководство, и новые чиновники финансировать талантливую теннисистку отказались. Бабушка Насти поняла – их спасет только чудо. Да вы знаете, я даже сама верила в то, что найдется тот человек, которому не будет безразличной судьбы Насте в спортивном плане. Чудо случилось. Два с половиной года назад Настя выиграла один из крупнейших международных юниорских турниров в Химках. Именно тогда на нее обратили внимание и предложили контракт с полным финансированием. Я благодарна судьбе, что на нашем пути нашелся такой человек. Низкий ему поклон. И дай Бог ему здоровья. С этого дня карьера Насте резко пошла в гору. За ее продвижение взялись профессионалы Химкинской академии. Поехали, поехали. Все, включилось. Тенниси – это определенные дрессуры. И, в принципе, может быть, на тренировках, пока не доходят до игровых заданий, это не очень интересно, потому что мы отрабатываем одно и то же, одно и то же. Плавание, массаж, консультации с психологом, занятия на концентрацию внимания и скорость реакции. Все это каждый день с утра до вечера, без выходных и каникул. Да! Ой. Поехали. Раз. Плечо не поднимай, левая. Трудно, конечно же, но когда ты знаешь, к чему ты идешь, то ты уже не обращаешь внимание на то, то, что ты не видишь своих друзей, родственников по году, по двагу. Ну, я, в принципе, у меня, чтобы сходить в кино, времени вообще нет. В этом году Настя попала в топ-100 лучших игроков планеты до 18 лет. Но расслабляться не собирается. Юная теннисистка отвела себе не так много лет, чтобы стать первой ракеткой мира. Когда ты стоишь в топ-5 по миру, и постоянно, когда ты выходишь играть с кем-то матч, то с кем ты играешь, они знают, что они идут играть первой. Тот, кто стоит в топе. Я всегда стараюсь так и делать, потому что, чтобы мое имя не упало. И поддерживать это на самом-то деле очень тяжело. Помогает и словом, и делом Настя любимая бабушка. Она самый суровый критик и фанатичный болельщик. Понимаешь, что я вижу, сижу со стороны, болею за тебя. И ты не можешь иногда следить за тем, что ты делаешь. Ты по-своему не должна делать. Ты должна так, как тебя учит Ирина Николаевна. Но однако же ты ни этих ошибок не замечаешь. Да при чем здесь учишься? Злево надо то же самое. Почему у тебя локоть всегда висит? Она этого не любит. Давать слабину, чтобы я знал, что у меня все отлично в теннисе. Нет, она всегда... Нет, Настя, у тебя вот это вот плохо. Это вот тоже у тебя все плохо. И из-за этого я как бы постоянно старалась сделать так, чтобы она сказала, Настя, отлично. И когда она так сказала, я была настолько рада. В Академии Островского тренируются не только профессиональные игроки, но и любители. За небольшую плату они могут заниматься на профессиональных кортах с самыми разными видами покрытия. Теннисную экипировку можно купить на месте, а можно принести с собой. Необходимый минимум – это теннисные шорты или юбка, футболка, кроссовки, рюкзак для ракетки, головной убор и специальное компрессионное белье. Все это стоит от 8 до 20 тысяч рублей. Все зависит от вкуса и кошелька. Егор Давыдов занимается теннисом два года. Пока он отрабатывает подачи с тренером на корте, мама Олеся наблюдает за сыном с помощью прямой трансляции. Впрочем, следить за успехами своих чат родители могут где угодно при помощи специального приложения для смартфона. Раньше такое было только за океаном. Теперь есть и в Подмосковье. Я получаю большое удовольствие. Я привожу своего сына на тренировки. Я пью кофе и наслаждаюсь его тренировочным процессом. Я получаю огромное удовольствие. И самое главное – я чувствую себя причастной к его спортивной жизни. С любого корта, либо с тренажерного зала, либо с кафе. Я всегда могу видеть, что делает мой ребенок. И мне от этого становится теплее на сердце и душе. За успехами знаменитого теннисиста Марата Сафина следил отец. Правда, никакой видеотрансляции на мобильной тогда еще не было. Ралиф Сафин лично привез 11-летнего сына в Америку. Поступать в теннисную академию. Денег у них было в обрез. Ну, там на расход долететь, там, 100 долларов у нас было на полтора месяца. Спонсор поплатил все тренировки. Но карманные расходы ничего не было. 100 долларов скоро закончились. А в Академию Сафин не поступил. Заокеанские тренеры заявили – нет таланта. Второй шанс – поступление в испанскую школу. На этот раз Марата приняли и началась новая жизнь. Вдалеке от семьи и родины. Первые полгода, конечно, я ревел очень долго. Хотел, чтобы уехать обратно, естественно, чтобы меня забрали, потому что я ничего не понимал. Сегодня Марат Сафин – один из самых титулованных российских теннисистов. Победитель турниров «Большого шлема» и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. В свои 35 он входит в число самых завидных женихов России. Однако главной любовью Марата остается теннис. Я разговариваю на двух языках – испанский и английский. Свободно. Я могу приехать в любую страну, у меня есть друзья. Это и есть жизнь. Я могу себе позволить те вещи, которые я не мог себе позволить раньше. Я могу себе позволить ездить в нормальной машине, в нормальном доме. Это не в 20 квадратных метров, как раньше жили четверо. В Академии Островского праздник «День ученика». Анастасия Потапова, Елена Николаевна Короневна. Поздравляю вас! Поздравляю вас! Поздравляю вас! Держи, Анастасия. Спасибо большое. Спасибо. Каждый год по результатам турниров здесь выбирают лучшего игрока. В этом году победу празднуют. Анастасия Потапова. Она не просто ученик, лучший ученик нашей Академии. Она лучший ученик, можно даже сказать, без тени сомнения, что лучший ученик мира сейчас Академии. Она действительно девочка, которая выиграла в прошедшем году, в прошедшем спортивном сезоне, все, что только возможно, в категории до 14 лет. Девушке всего 14. Но на центральной аллее Академии уже есть плита с отпечатками ее ладони. В этом году появилась вторая. Лучший ученик, сезона 2014-2015 года. Воронева Ирина Николаевна. Впереди у Насти чемпионат в Англии. Теннисистка взяла новую высоту. Переходит от детских турниров к соревнованиям с более взрослыми соперниками. Когда выхожу на корт, я знаю, что я не уйду с корта без победы, так как я ненавижу проигрывать. Для меня это как бы прям удар в самое сердце. Я выхожу на корт, скажем так, уже победителем. В своей возрастной категории Настя стала одной из лучших теннисисток мира, тренируясь не за границей, а в своей стране. Ее история успеха подтверждает, чтобы стать звездой тенниса, уже не обязательно ехать в Америку или Европу. Растить теннисистов мирового уровня сегодня можно и в России. Было бы желание и талант.